А мы в церкви святого Вольфганга на великолепном озере в Австрийских Альпах. Перед нами алтарь, созданный Михаэлем Пахером, одним из именитых художников раннего возрождения этой части Европы. Мы говорим приглушёнными голосами, так как беседуем рядом с алтарём. Алтарь заполняет всё пространство от потолка до пола. Нам непривычны алтарные образы такой сложной композиции. Такое сочетание скульптуры, архитектуры и живописи в одном произведении в первоначальном их месте — невероятно редкое явление. Они чаще хранятся по отдельности и в музеях, и нет возможности наблюдать их там, где они изначально находились. Нам очень повезло, что сейчас алтарь полностью раскрыт, и нам открываются самые священные области объекта. Перед нами сцена Двора Небесного, где происходит коронование Святой Марии, Царицы Небесной. Но окружающее пространство исполнено в готическом стиле, подобно этому храму. Все фигуры узнаваемы, но одна, может быть, неизвестна большинству. Это фигура Святого Вольфганга, давшего своё имя городу, озеру и этой церкви. Он жил в X веке, был отшельником и, надо сказать, выбрал очаровательное место. Вы видите его слева, Святой Бенедикт справа от центральной сцены. Над Христом и Святой Марией мы видим летящего к нам белого голубя. Пространство алтаря невероятно глубокое. Не думаю, что наблюдало такое где-либо ещё. Фигуры погружены в тень. Похоже на театральную сцену. За фигурами Христа и Марии мы видим ангелов. Это хор ангелов. На переднем плане ангелочки. Они будто порхают и на мгновение подлетели поддержать край одеяния Марии. Всё пространство, занятое этими центральными фигурами, находится в движении. Фигуры активны. Ангелы, как вы сказали, словно порхают. Христос возносит руку. У Марии руки сложены в молитве. К нам летит белый голубь. Свет играет на ажурной резьбе готических ниш. Создаётся впечатление живой композиции, и мы — свидетели происходящего. Если посмотреть на изображение по обеим сторонам центральной панели, мы видим фигуры в интерьере, опять же, напоминающим пространство храма. Это живопись эпохи раннего Возрождения. Нам известно, что немецкий художник Пахер действительно пересекал Альпы, чтобы посетить Северную Италию, и изучал технику исполнения итальянских художников, таких как Монтэнния. Похоже, что он усвоил уроки перспективного построения пространства, которое итальянцы использовали уже полвека. Пахер привёз это знание в Северную Европу. Мы часто упоминаем имя Дюрера как художника, который начал использовать этот приём, но Пахер пользовался им задолго до него. Мы наблюдаем увлечённость Пахера объёмом пространства. Это видно в скульптурных образах в центре, видно в использовании художником линейной перспективы и ракурсов. Вы абсолютно правы. Это художник, явно увлечённый не только передачей глубины и объёма, но и приданием массы, плотности самим фигурам. Мы видим нечто весьма типичное для Северного Ренессанса в немецком искусстве. Эти глубокие и сложные складки одежды. Да, резьба у мастера получалась легко, так как это очень мягкая порода. Центральная композиция окружена сценами из жизни Святой Марии. Мы видим меньшую по размеру скульптурную композицию, расположенную под центральной, называемую пределой, подножием образа. Это поклонение волхвов. По обе стороны пределы картины. Слева явление Господня, справа — бегство в Египет. Эти эпизоды из младенческого периода Христа. Хронологическое продолжение мы видим в картинах выше. Вверху справа — Рождество Христово. Даже позади Святой Марии мы наблюдаем иллюзию глубины и пространства. Мне нравятся ангелы, парящие близко на переднем плане, и то, как деревянные балки будто сами служат рамой картине. А как вам корова в ракурсе? Ниже мы видим обрезание Господня. Взгляните на изображение архитектуры здесь. Сложное плетение узора апсиды является точным отражением свода над алтарём. Оно более многогранное и причудливое, чем сам свод. Да, правда. Далее перспективы наблюдаются и в изображении плитки пола. И снова мы наблюдаем её на картине в верхнем правом углу. Это Сретение Господне. А ниже — Успение Пресвятой Девы Марии. Вокруг Марии собрались апостолы, чтобы подготовить её в последний путь, тогда как Христос уже ожидает её наверху в окружении ангелов. Ничто так не восхищает в этом алтаре, как готическое построение форм. Оно присутствует в центральной композиции коронования Девы Марии. Далее мы видим живопись, нарисованные образы и нарисованные скульптурные работы, к примеру, внизу справа на панно «Успение Пресвятой Девы Марии». Кроме того, само пространство церкви украшено скульптурами в готическом стиле. И всё архитектурное и скульптурное наполнение храма также в росписи. Таким образом, мы наблюдаем совершенное слияние. Великолепная возможность для получения опыта откровения. По-моему, искусство достигает наивысшего воздействия, и это так в религиозном окружении, когда искусство меняет восприятие человеком обыденных вещей. Живописные и скульптурные образы преобразуют восприятие нами остального пространства храма. Происходит настоящее слияние нашего реального мира с воображаемым миром библейских персонажей, окружающих нас. Изобразительные средства Ренессанса создают трёхмерные формы схожих с реальными тел, правдоподобие пространства, целиком погружающие нас в духовный мир. Это идея гезанткунстверка, синтеза искусств. Не хватает лишь музыки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова